приветик привет девочки слышно меня слышно видно сразу пишите привет 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 что такое блин приветик всем здравствуйте дождались да и немножко с временем не угадала сегодня много дел было я думаю что вы не сильно расстроились я же все равно в эфир вышла правда добрый день здравствуйте не могу найти кисть искать она продается у меня в шапочке магазинке здравствуйте всем девочки ну что все что вы хотели узнать сегодня я вам про нее расскажу как хранить как обрабатывать что с ним делать с этим чудом и покажу на что она способна она же не только просто улыбочки белые рисуют и все здравствуйте поэтому вы готовьтесь на такой не совсем длительный но все-таки мастер-класс я подумала решила что какие-то вещи можно просто наболевшими все гели подойдут пожарки конечно не все это очень много от многих свойств геля зависит девочки давайте сегодня по существу если вам интересна какая-то другая тематика вы мне вопросик и напишите я обязательно потом просмотрю и отвечу вам на него синяя теперь конечно в маномере и помойте она очень будет замечательно себя вести спасибо огромное девочки давайте начинаем нас в эфире уже 700 с копейками человек поэтому то что вы должны знать про кисточку улыбка и не только про кисточку а про то как должны выглядеть ногти с улыбкой с нормальной да давайте мы с вами как раз отрисуем все это дело и я объясню почему улыбка бывает глубокая почему она бывает салонная девочки вы мне все время задаете этот вопрос я не знаю ставлю я трансляцию как у меня сегодня пойдет до ромашки у меня сегодня с утреца немножко довели поэтому я буду рассказывать вам только подробности и сегодня бирже без ржака хорошо добрый день нижний новгород обязательно готовьтесь я уже к вам еду спасибо и так девочки давайте с вами разберем какие же все таки у нас улыбочки предпочтительные на ногти делать и мы рассмотрим несколько разных вариаций форм ногтей и длины ногтей я сейчас не буду отвечать ни на какие вопросы здравствуйте всем бирже ржаки вы не вы да такое бывает но вы же хотите знаний если вы хотите знаний давайте чуть-чуть по серьезному совсем немножко может быть меня отпустит я знаю когда я общаюсь с людьми меня как правило обычно отпускает девчонки смотрите значит у нас несколько различных форм ногтей я чтобы я чтобы знать что вы здесь девочки просто сердечки ставьте хочу в маленькой ржаке и мы разберем просто еще немножко не бойся приболела скажите пожалуйста вам вот такие вот ноготочки которые вот я вижу сплошь и рядом в интернете ты чего с ума сошла машка просто я свои регалии нигде не пишу поэтому я так скромно тебе перечислила чтобы не просто мастер смотрите девчонки вам вот такие нравятся улыбки которые я в интернете вижу ахту правда анечка привет казахстан мой хороший вы видите это кошмар правда что здесь не эстетичного наши клиенты хотели чтобы им закрыли натуральную улыбку натуральная улыбка где-то пробегала вот здесь вот и они такие с радости с бухтой барахты говорят мне бы повыше это атас это конечно же ужас но тем не менее вы их делаете почему делаете вы забываете что есть камуфляжи что есть камуфляжи даже для гель-лаков ну конечно же смотрите мягенький цвет на котором мы сегодня будем все делать я выбрала специально самый доступную линеечку что вы там не кричали что этом кого-то рекламирую пиарю самая демократичная штучка dance легенд я с ними пока что ничего общего не имею это 014 номер вот такой мягенький цвет на котором мы все будем делать он максимально приближен кожи именно поэтому мне понравился жидкий и довольно таки укрывистый вот так вот выглядит кисточка широкая очень удобная то есть ну хорошо им работать мне понравилось до цвет очень мягкий он такой знаете холодно приглушенный мне нравится что нам надо сделать 014 там много этих людяшек очень много но вот мне понравился 014 смотрите что нам надо сделать в этом френче то что нам нужно оставить это что нам надо закрыть конечно же нам нужно закрыть отрастающую улыбку и усики значит мы должны наш нашу улыбочку начинать чуть выше чем наши усы потому что истонченный материал ее потихонечку откроет но мы должны увеличить ложе визуально значит нам надо улыбочку опустить аж вот сюда где искать эти параметры как это все будет хорошо выглядеть запомните очень простую форму которая для вас вывела на длинных ногтях 1 4 ложа эта длина начиная начиная с полтора два сантиметра от зоны кутикулы то есть я мере всегда вот так отсюда до сюда и если у вас выше вот этой выше вот этих сантиметров значит мы рисуем одну четвертую улыбки ложа смотрите как их искать эти улыбочки мы за единую целую берем полностью весь ноготок мы делаем половину от нашего ногтя и еще раз половину вот она глубина вот она глубина а начальная стадия это зона отрастания ваших ваших натуральных усиков вот отсюда где-то на миллиметр выше и вот пошла у вас улыбочка когда вы делаете улыбки на длинные ногти девочки у вас вот этот синус должен быть такой немножко острова ты знаете как будто бы это яйцо острая сторона яйца но представьте себе все же видели куриные яйца правда же 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 правда мы хорошего там уже 850 по 50 человек здравствуйте все вот острая сторона яйца мы всегда используем на длину а тупая сторона яйца мы используем на короткие ногти тогда вы справитесь с этим легко и давайте с рисуем короткую если у меня есть на коротышках вот на таких а я тоже использую одну четвертую длины у меня к сожалению не получится такой красивый френчик значит на коротышках то есть меньше вот этой длины я буду использовать формулу 1 8 тоже очень легко нога делится пополам еще раз пополам и еще раз пополам вот она глубина нашей улыбки а усики никто не менял и чем усики растут глубже как бы выше кутикули тем естественно глубина усов будет круче но чем короче улыбочка значит круглее наши синусы должны быть правильно но более эстетично выглядит правильно но на коротышках например на таких как овалы или миндали овалы именно или миндали такая улыбка к сожалению смотреться не очень хорошо будет на валах она еще прокатит то есть очень замечательно вот такая повторяющая знаете форму кутикулы или форму свободного края эта улыбочка будет смотреться очень хорошо но на миндаликах особенно натуральных или заостренных такая улыбочка убивает полностью нашу красоту ногтя да я убрала свою длину потому что мне скоро в больницу и мне надо будет совсем снимать ногти поэтому я так не особо за ними сегодня сейчас слежу после больницы сделаю такие крутятки и самые длинные навороченные и смотрите здесь какая же у нас будет круче всего смотреться идеальнее всего улыбка смотреться будет ну конечно же острая здравствуйте ульяновск добрый день спасибо огромное мне очень приятно за ваши комплименты и девочки есть еще один нюансик бывает так что на миндалевидной форме ногтя натурального ногтя наши усики завышены то есть они бывают иногда еще и на разной зоне врастания находится вы знаете что наши клиенты любят отпиливать все это дело грызть и у нас открывается усы под самые помидоры спасибо огромное наташенька я постараюсь поэтому ваша задача не обращать внимание вот на эту разницу вам надо как следует просто их чтобы они не были асимметричные до постараться значит я беру за основу например вот этот высокий ус опять делю на мою любимую форму форма ногтя не очень король не очень длинная значит 1 8 у меня здесь работы я делю ее напополам еще раз напополам еще раз напополам я нашла глубину мои мои улыбочки вот мои усики острая улыбочка вот она глубина и вот он возврат вы знаете я так долгое время учила девчонок рисовать эти усы тонкой кисточкой так называем спасибо огромное так называемый усик который у нас находится в восьмом наборе девочки которые мы и моделирование делаем и усики рисуем вот такая вот у нас есть там волосатая кисть видно баночки видны здравствуйте все мои хорошие то есть мы у кого нету кисточки улыбка сделаны вы пожалуйста это кистью рисуете то есть вам понадобится тогда кисточка вот такая и кисточка любая скошенная либо квадратная ею тоже будет удобно рисовать вы намечаете сразу же вот этой кистью глубину улыбки движение номер 1 высоту усов движения номер два кисточка вас все время лежит просто лежит на ногти как вы ее начинаете ставить он начинает вихляться как вы и выкладываете тяните и она начинает у вас рисовать прямую линию то есть вы отрисовываете глубину номер один усик номер два усик зону номер три а А потом вы просто-напросто скругляете, скругляете вот эти усики, вот эти синусы. И скругляете так, как вам надо для формы ногтя. То есть, если острота нужна, значит, у нас диагональ становится уже. Если вам нужна ширина улыбки, значит, синус становится шире. Все же легко, правда? То есть, движение номер 4. Потом вот это все дело заштриховываете или замазываете. Согласитесь, для салона это очень долго. Очень долго. Я настолько ленивая девочка, что я, конечно же, сделала и для вас всю эту красоту, всю эту лень. Одновременно. Простой. Что мы сделали? Мы с Рублевым приготовили для вас кисточка, которая идет. Глубокая улыбка, глубокая deep smile. Она как раз и работает, как острая часть вашего яичка. Извините, мальчики, если вы там сидите, простите, люди добрые. То есть, она вам будет делать остроту ногтя. И в то же время есть кисточка, салонная улыбка, которая делает коротенькие ногти, коротенькие ногти. И делает очень коротенькую улыбочку. Она встает как раз в этот усик, который вы хотите закрыть. И, да, спасибо огромное. Что я хотела вам сказать. Иногда... Здравствуйте, Вильнюс. Иногда улыбка не одна. В восьмом наборе, набор номер восемь, у нас идет салонная улыбочка. И отдельная, отдельная улыбка, глубокая, идет отдельно. Она идет в продаже отдельно. Я разрешила ее продавать отдельно, поэтому она замечательно туда входит. Вот смотрите, обратите внимание, вот на этот синус изгиба и вот на этот синус изгиба. Привет, Бон, здравствуйте. Понятно? Острие встает в усик, чуть выше зоны вроста. Стягивается кисточка сначала в направлении центра. Движение делается в направлении центра. Сейчас объясню, почему. Когда вы на кисточку гель набрали, у вашей кисточки вот здесь вот ворсиночки, небольшие ворсиночки. От них никуда не избавиться. Это не силикон, это не трафарет. Поэтому ворсиночки там присутствуют. Чтобы ворсиночки встали у вас в одну дугу, вам надо сделать движение вниз. Когда вы ее ведете, девочки, у вас морщинки, все эти просто-напросто пропадают. Набор краски. Набор геля на кисточку. То есть вы окунули и не надо стягивать ничего. Она довольно-таки мощно там набрана. Гель мощно набран. На кисть. Смотрите, как он будет работать. Ставим кисточку в усик. Если я просто поставлю вот сейчас, просто поставлю. Смотрите, у меня, видите, волосиночки отпечатываются. Видно, девочки? То есть прям видно, что волосиночки отпечатываются. Как только вы кисточку поставили, чуть-чуть стащили и стянули вниз, посмотрите, улыбочка у вас выровнялась. Переворачиваем, опять ставим, чуть-чуть стаскиваем к нашей серединке и тянем вниз. И вот это вот, если у вас острота вашей улыбочки или ширина вашего ногтя получилась мощной, то вы вот эту вот часть обязательно закрываете. Гелем, вот в данном случае у меня гель без липкого слоя. Им можно и нужно работать в два приема. То есть первый прием и второй прием. Я вам покажу, как сделать этот дизайн еще и веселым. Смотрите, мы так и оставляем его вот с такими симпатичными проплешинками. И в это время я набираю цвет, который работал на нашем ногте. Камуфляжный. У нас сейчас с вами не френч будет, а сеточка. И эту сеточку сделаете вы. Просто когда вы отрисовывали бы, это было бы долго. А так шмяк-шмяк, и пожалуйста, украшайте ее на здоровье. Мы сегодня будем с вами много различных таких вариаций делать. Знаете, из серии легко, но интересно. Вот понатыркали сюда всяких вот крапинок, подождали немножечко. И вуаля, у вас получился уже френч сеточкой. Легко, девчонки? И тут главное, торопиться не надо. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся. Здорово. Бывает так, что у нас... Спасибо. Бывает так, что у нас усик, например, один ниже, другой шире. Ну, такое бывает, девочки. Клиент довел себя просто до экстаза. Тогда... Ну, то есть он ковырялся и ковырялся. Ему было весело и вкусно. Тогда смотрите, что мы можем ему предложить. Мы делаем точно такую же асимметрию. Мы делаем один ус очень высоко, выставляем высоко, а второй усик за пашечку делаем чуть ниже. Кто сказал, что так нельзя? Это же асимметрия. И в этой асимметрии может приветствоваться, например... Так, что-то подсох. Давайте мы его еще разбавим. В данном случае у меня Blackpool от Синди. Рубашка, конечно же, за пашечки. Девочки, тут ваша фантазия вообще должна сработать, мама, не горюй как. Вы же у меня там все умные, красивые, талантливые до безобразия и после безобразия, и во время его. Поэтому сейчас, допустим, если какой-то дресс-код надо, да, то можно сюда даже отрисовать эту рубашку. А если, например, хочется чего-нибудь такого веселенького, то, пожалуйста, соедините несоединимое. Сделайте не просто черно-белый вариант, а сделайте вариант, допустим, вот с такими симпатичными розовыми веснушечками. После того, как он просохнет, мы его еще и введем, и будет у нас скошенный френч. Кто вам мешает так сделать? И в ответ тишина. Спасибо вам большое, девчонки добрые и недобрые. Есть гель с более плотным содержанием. Более плотным содержанием, чем они мне больше нравятся. То есть я могу, допустим, взять гель с липким слоем. В данном случае вот белый. У меня есть пайнт гель для рисованных улыбочек. Точно так же отрабатываем глубокую улыбку. Видите, он более плотный, более укрывистый. Он уже не дает растеканий. Девчонки, у меня зависло или не зависло? Котики, мяукните мне кто-нибудь там. Все боятся экран закрыть. А, понятненько, все хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, я увидела, все хорошо. У меня в последнее время, видно, в телефоне столько много скопившейся информации, что он просто-напросто перекрывает все трансляции иногда. Я сейчас первый слой отправлю сушить. Я работаю своими гелями. У меня марка называется My Choice. Но, девочки, еще разочек говорю, я не совсем рекламирую свое. Я вам сейчас покажу, как работать кистями. Гелями вы можете работать абсолютно любыми. Абсолютно. Очень здорово, очень здорово делать этой кисточкой невозможное. Например, рисовать улыбки кошачьим глазом. Казалось бы, да, кошачий глаз. Смотрите. Кто вам мешает, им тоже срабатывать. Мы набираем на две стороны. Заодно сейчас покажу, как чистить. Эта кисточка не боится никаких абразивов, поэтому очень прекрасно все чистится. Вы знаете, Владивосток настолько далеко, девчоночки, что вам гораздо проще и легче ко мне прийти онлайн поучиться на Мастера Красоты.ру. Там даже ездить никуда не надо. Вот смотрите. Первый слойщик сделали. Не опоздала. Мы еще толком ничего не пропустили. Я еще даже не рассказала, как кисточка готовится. Мы только начали делать. И чтобы вам совсем не скучно было, я возьму карандашик. И карандашиком сделаю какие-то вариации, те, которые обычно вы делаете сеточками. Просто держите на одном месте карандашик и проталкиваете. Понимаете? Вы бы очень долго рисовали, вырисовывали, все это делали. Здесь все быренько раз-раз-раз. Вот вам Френчик уже готов из кошачьего глаза. Лично меня потрогать? Думаете, я на ощупь более-менее? Катериночка, пока никак. Первый слой у нас готов. И вот я теперь хочу как раз показать, как ее чистить, девочки. Чтобы вы не боялись и не пугались. Смотрите. У нас кисть с белым ворсом. По идее, белый ворс это самый вредный ворс. Но Рублеву удалось создать такой ворс, найти такой ворс, который не боится никаких вот абразивов. Вот с опиртовой салфеточкой убрали. И самое главное, девчонки, это потом кисть зажать, зажать и прочистить все ворсинки, чтобы они сложились. Ни в коем случае эту кисточку не храните, обработанную в геле. Ни в коем случае. Любая база в этой кисти полимеризуется на счет раз-два-три. Даже в пенале, в закрытом пенале, ворс набирает в себя просто, или теряет эластику. Если она потихонечку такая стала пружинистая, вы, пожалуйста, ее сразу же промойте в мономере. Все, цвет убрался, видите, да? Живьем увидеть пообщаться стоит. Спасибо, Ромашкин. Мне с тобой тоже было очень-очень-очень обалденно приятно. Лукина, привет! Смотрите, что я вам хочу показать еще на косяки. Ну, бывает такое, что вот все вроде замечательно, да? И вроде сделали красиво. А боитесь делать толстый френч, и он у вас получился полосочками. Что в данном случае можно сделать? Девочки, ну вы же взрослые девочки. Ну, у нас же впереди лето. Ну, помните, у нас есть дисперсия. У нас есть мохнатые кисточки. И нам не надо вырисовывать идеальный френч. Нам надо просто взять мохнатую кисточку и повбивать всевозможные пигментики. И будет нам счастье. Девочки, мономер – это такая вещь, которая очищает все. Он очищает все. Поэтому не стесняемся. Я вам, когда говорю, вы, пожалуйста, не сомневайтесь. Если вы сомневаетесь, вы меня просто не слушаете. Хорошо, Машка, коза – это вещь. Вот вы козой начинаете с самого светлого цвета. Экстрим – это у меня пайнт гель. А Арктик Экстрим – это пигмент для замесов. И для... Ну, сейчас, чуть попозже расскажу. Давайте не бежать впереди паровоза. Девочки, встряхиваем полностью. У нас кисточка должна быть абсолютно пустая. То есть, вот немножко припорошенная. Потому что, когда вы на клиенте пигментами работаете, вы там такое понаворачиваете, что бедный клиент, он весь в пигментах. У вас стол в пигментах. И вообще, вам очень весело. То есть, убрали, напудрили, чуть-чуть встряхнули. Здравствуйте, мои хорошие. Всем добрый день. Дотронулись, убрали. А вот в ответ тишина. Вот такой вот у нас получился радужный френч, который мы впоследствии еще доработаем. Мы его так не оставим. Мы его отправляем на досушку. Обязательно. Дисперсия должна сработать повторно. Не успела прочитать ваше сообщение. Пигмент это вообще вещь. Пигмент это наше спасение. Пигмент замешанный с гелем, с прозрачным, с акриловой пудрой, прозрачный и белый. Нам дает все цвета радуги, девочки. Перископ выкидывает. И такое бывает. Давайте поехали дальше. Например, не хочется вам делать именно такой френчик. Почему бы вам нельзя не сделать обратный? Я сейчас покрыла ноготок. Я его бафлю. То же самое вы будете делать на клиенте. Потому что только по забавшенному состоянию вы получите вот такую красивую растяжку, как обратная улыбка. На кисточку, на глубокую, мы набираем с вами опять белый. Набираем его на кончик. Только на один кончик. Этот кончик растушевываем. Можно брать сразу два цвета, но мне нравится вот так. По одному месту растушевали. И смотрите, в зоне кутикулы у клиента проставили. И поехали растягивать нашу работу. Я все равно сейчас ничего не читаю. Девчонки, вы простите меня. Потому что у меня телефон находится так, чтобы он меня не зацепил кисточку. Я нахожусь внизу под телефоном. То есть вы можете вот такую растяжку сделать. Можете на другую сторону кисти набрать базу. Тогда ваша растяжка будет еще круче. А можете на другую сторону кисти набрать тот же материал, которым вы работали. И сделать эту растяжку вообще в невесомый переход. Поэтому, девчонки, эта кисточка позволяет работать не только с гель-красками, но и с гель-лаком. И вы видите как. Выглаживать ее можно точно так же долго, как вы делаете абсолютно любыми кистями. Видно? Получается вот такой вот переходик. И теперь самая моя любимая часть. То есть вот самая моя любимая часть. Но нет у вас пигментов, есть у вас цветные гели или цветные гель-лаки. И больше как бы ничего. Давайте мы с вами именно с гель-лаками это попробуем сделать. Например, у меня есть вот от Наташи Лукашенко есть вот такие вот симпатичные цвета. Очень приятные. Вот, допустим, вот такой мятный. Вот такой вот симпатичный голубой. Ну и чего там? Чего там? Сюда очень хорошо подойдет, конечно, что-нибудь желтое. Но я же сейчас не найду, потому что когда нервничаю, ничего не нахожу, поэтому мы найдем вот такой вот сумасшедший зеленый. Гель экстрим, он сам по себе очень плотный. Он очень плотный, потому что это пигмент. Именно этим пигментом я работаю, забивая им гели. То есть я им создаю материал. Он у меня работает как для плоской кисти, как для жесткого, так и для замесов, девочки. Это самый пигментированный материал, который только вообще может быть. То есть, по сути-то, это пигмент белого. Из него я могу делать гель для рисования, из него я могу делать гель для замеса, из него я могу делать гель для уплотнения, тех же, например, гель-красок, смотрите, или из гель-лаков создавать гель-краски. Вот я возьму сейчас и добавлю в нежно-голубой, видите? И у меня получилась гель-краска пастель. Теперь я могу ей работать как гель-краска, то есть из гель-лака я сделала гель-краску. Да, всем мяушким. Комменты долго отправляются, такое тоже бывает. То есть, в данном случае, я сейчас, смотрите, я прям готовлю гель-краску, которую я и буду набирать на кисточку. Просто гелем, гель-лаком. У вас получатся полупрозрачные. Да, он очень густой. Ну, Анечка, если ты помнишь, он для чего был густой? Сейчас специально для тебя включу напоминалку. А я хотела быстро найти плоскую кисть и не нашла. Ладно, вот. Сейчас, ровно секундочку. Сама ненавижу, когда ведущие что-то долго ищут, но у меня сейчас нет другого выхода, я это не планировала делать. Анечка, помнишь, когда мы рисовали плоскую кисть? То есть, на нижнюю часть кисти ты можешь набирать абсолютно любой материал. Абсолютно любой. А вот на верхнюю часть кисти как раз наш Extreme White. И когда вы делаете растяжки и роспись, он работает как краска. То есть, смотрите, он может наслаиваться друг на дружку без просушки. Этот гель я создавала для одной компании, потом я с ними рассталась, а потом я его улучшила. Но завод продолжает поставлять не улучшенный вариант еще в четыре разных компаний. А у меня он доработанный. Извините. Ну, потому что я иметь за это проценты. Я же не просто так. То есть, видно, я могу очень долго им рисовать, и он никуда не растекается. То есть, я вот сейчас буду с вами работать, он будет стоять на ногте, и ничего с ним не произойдет. Он у меня есть в двух фасовках. Это Extreme номер один. Он есть в маленькой фасовке и есть в большой фасовке, вот такой, 15-миллилитровый. Потому что он у меня идет во все. Вот во все. То есть, он это гель-уплотнитель, из которого я могу сделать. Девочки, вот смотрите. Даже нет у вас плотного, например, гель-лака. А вам очень нужен плотный белый гель-лак. Вот вы берете наш вот этот белый Extreme, и берете любую базу для гель-лака. И вуаля! Так, что у меня тут такое? Ух ты, от перевозки. Иху! Ну и ладно. Мой материал со мной попрощался, пошла искать другой. Ровно секунду ничего не пишите. У меня все материалы остались в Москве, к сожалению. Поэтому я как попрошайка бегаю, тут ищу, боже мой, где у меня хоть один материальчик, с которым можно поработать. Еще сегодня посмотрела на него, думаю, надо достать. О! Я нашла, я нашла. Я далеко не ухожу. Здравствуйте. Я нашла базу. То есть, вот вы капаете, и можете абсолютно любой консистенции сделать гель-лак. А вы всего лишь замешали наш белый пигмент с базой для гель-лака. Пожалуйста. Вот он, плотный цвет. Видно, девочки? И вот этот гель-лак у вас будет и хорошо носиться, и очень-очень плотный оттенок будет. Так. Ну что, продолжаем, да? Значит, самый любимый мой способ, который я обожаю, преобожаю, это, конечно же, всевозможные цветовые растяжки. Можно. Вот теперь можно в натуральных ногтях. Как только мы его с базой смешали, теперь можно им... Он с липким слоем. Ромашкин нет, в Питере нет, но ты знаешь, у меня экстримчик, маленькая упаковочка 5-миллилитровки, еще по очень вкусной цене, остался у Наташи Лукашенко. Если ты у нее выцеганешь, я тебе... Прям подъедь к ней, у нее забери. Там несколько... Несколько осталось баночек. Так, девчонки, смотрите. Я в белый окунаю мою кисточку, и теперь что я буду делать? Я могу вот прям сейчас рисовать, а могу рисовать так. Я набираю на одну сторону голубой цвет, на вторую сторону, например, розовый цвет, на третью сторону, например, вот такой мятный цвет. То есть вы набираете абсолютно любой... Любую последовательность, только такую, чтобы она не превратилась в месиво. И можете сразу же делать градацию цвета уже на улыбке. Вот такая вот нижняя оттенка. Видно? Гадость какая. Извините. Встала, села, под лампу вообще нифига не видно. Но я еще разочек сделаю. В Москву? В Москву, да. В Москву привезу. И на выставке будет. И сейчас он в Москве... Не в Москве, а у Наташи Клениной есть в Нижнем Новгороде. Насколько я помню. Так, девчоночки, вторая часть Морелизонского балета. Что-то у меня прям сегодня голоса вообще нет. Так. Мы потихонечку подкрадываемся к самому интересному. Я сделала наметочку. Теперь одну сторону кисти в один цвет, вторую сторону кисти в другой цвет. Можете сделать растяжку и растушевку, конечно же, на палитре, если вы боитесь налажать. Но мы на клиенте обычно не боимся налажать. И сразу же без просушечки. Видите? То есть, любой градиентик можно сделать прямо на клиенте. Хотите, чтобы он очень яренький был, а не пастельненький, пожалуйста, делайте его после просушки. или делайте его двойным. И смотрите, какой еще вариантик, который я вам хочу показать. Например, вы работали черным гелем. Да, Машка, у меня сердце там дофига, ты же видела. Что же мне теперь сердцами удавиться? Не хотят, пусть не ставят. Вы работали, например, черным гелем. Что-то у меня сегодня с языком и с головой. Извините, не побоюсь этого слова. О! Всю улыбку засрала. Обожаю вот эти варианты, тоже такие скоростные, девочки. Смотрите, мы отрабатываем сначала черненьким гелем улыбочку, а потом на нее сделаем очень офигенское напыление. Когда вы работаете в зоне натуральных усиков, девочки, иногда вы попадаете в боковые валики. Такое тоже бывает. Поэтому очень смеленько, просто либо пустой кисточкой, либо силиконовой кистью вы все это с боковых валиков снимаете. Либо своими длинными накатками, они же у вас всегда под рукой. Мы сейчас отправим нашу улыбочку. Сейчас объясню. Смотрите, то есть, когда вы работаете на натуральных ногтях, бывает так, что вы поставили эту улыбочку, начинаете тащить и по боковому валику, например, зацепили. Ну, возьмите инструмент или кисточку и вот так вот буренько протрите. Кто вам там мешает? Окей? Мы сейчас продержим 2 минутки и сделаем очень смешное напыление, которое я повторю на полном покрытии. Мне очень хочется, чтобы вы увидели, что сам по себе дизайн очень самодостаточный и очень симпатичный. Поэтому на черненьком я сделаю еще разочек. теперь по поводу того расскажу, как кисточку хранить. Девочки, вы уже поняли, да, что без всевозможных, то есть, помыли ее целиком, полностью, очистили и буренько ее в пенальчик. Не надо ее ничем умощать, ублажать и засорять. Белый материал на себе очень легко, быстренько все это дело полимеризует. Сердечки единственный способ. Да, спасибо, Машка. Ты действительно настоящий друг, товарищ и брат. Вот смотрите, бывает так, что вы сделали, а клиент говорит, ну, как-то не знаю, что-то как-то неяренько. Вы берете и делаете ей все то же самое. Например, прорисовываете черным, у вас уже наметочка есть, у вас уже улыбочка есть, который вам остается только немножечко обвести. И сейчас мы будем с вами прорисовывать такие, так называемые обратные рисунки, то есть как бы френчик, который просвечивается с той стороны. Например, давайте мы нарисуем сейчас какой-нибудь такой вот симпатичный смешной цветок семейства Ахизовых, у которого балдежные лепесточки непонятной наружности и вместо середки будет, например, страз. Можно нарисовать крылышки бабочек, можно нарисовать любую абстракцию, то есть для творчества тут как раз дофига возможностей. Это на случай, если клиентка попалась не особо нежно и говорит, ой, что, все так останется? Вы говорите, нет, конечно, сейчас мы вам все испоганим и сделаем вот такой вот, да, вот такой вот какой-нибудь цветочек. здесь поставим серединку, здесь поставим серединку, да, или не захотела на цветочек, вы взяли и так быстренько переиграли, такие, ну, из цветочков оба она и получилась, вот у нас такая вот мозаика. Главное, девочки, это не бояться, когда вы боитесь, вы боитесь только из-за того, что вы не уверены в своих силах, вы справитесь, вам для этого курсы даются, у вас там фантазия развивается, прям мега, то есть видно? теперь покажу, что хотела, что хотела вам напоследок смешное дать. Видите, у нас сегодня с вами скоростная трансляция. Девочки, вы хотите прям все в одной трансляции и быстро, да? у нас сегодня тема какая была? Улыбка. В Воронеж, девчонки, приеду обязательно в июне месяце, в июне месяце. У вас у каждой есть какая-то смешная сеточка, правда? У меня вот есть вот такая сеточка. Главное найти сеточку с большими, большими ячейками. У меня, к сожалению, с большими ячейками отсутствует, поэтому я буду искать выход из положения вот в такой сети. Я беру пигментики, причем какой-нибудь вот такой вот золотой, зелененький и еще какую-нибудь гадость. Вот такие вот. Беру нашу кисточку пушистую, которую все так боитесь. И смотрите, что мы сейчас будем делать. Сначала я вам покажу, что мы сделаем вот на этом пальчике. Мы на клиента натягиваем сеть. Аэрографию все проходили? Можно делать без аэрографа. Причем будет очень интересно смотреться. На пальчике клиента сеточка натягивается гораздо проще. То есть клиент сопротивляется. И вы вот такими легенькими движениями делаете напыление, стараясь не сдвигать сеточку ни в коем случае. издувайте и сдувайте остатки без зазрения совести. И здесь самое ужасное это если вы сидите в маске, девочки. Так клево в нос дуть. Ох! Пару раз у меня такое было. Это было волшебственно. Клиентка уржалась. А я с умным видом сижу там, дую. То есть после того, как вы сделали напыление, вы просто эту сеточку снимаете. Вуаля! Самый простой способ делать дизайн. Видно? Девчонки, видно? После этого мы фиксируем наше напыление и перекрываем самый легкий быстрый способ. Так вот, если один накаток например, будет цельным покрытием, а на втором накатке то же самое будет на кисточке улыбка сделана, главное, девчонки, сеточку после того, как вы ее ага, и выкинула, молодец, девочка. После того, как вы ее использовали, протирать спиртосодержащей салфеткой как аккуратно, да легко, аккуратно натянули и вперед. Главное, мало брать на... Главное, очень мало брать на кисточку пигмент. То есть, обратили внимание, я прям вот едва-едва вот набираю, как будто бы... как будто жадничаю. Говорю, ой-ой-ой, это все мое. Перерасхода не должно быть никакого. И когда делаете напыление, не сдвигайте ее, просто не сдвигайте ее. Я сейчас ничего не читаю, но я обязательно прочитаю все ваши... все, что вы мне писали, и выйду в трансляцию с ответами. Вот так вот напыление сделали и потом аккуратненько просто сняли. Пожалуйста, вот ваш френчик змеиный, и если там где-то вы думаете, что вот здесь что-то испачкали, то вы кисточкой просто убираете пустой кистью ваш пигмент. Все. А самое главное, девочки, когда вы работаете сразу же кистью улыбкой, у вас везде одинаковое количество материала, а значит везде одинаково просохнет и не будет лишней толщины. Здравствуйте. Вот такие вот мы сегодня с вами баловство поновытворяли, понаделали. Надеюсь, что вам сегодня было со мной немножечко интересно, и вы теперь не будете бояться этой сумасшедшей улыбки. Главное, помните, что перед окончанием работы пожалуйста, ее прочищаем. Обязательно прочищаем, и вот так вот девочки в сложном состоянии она у вас будет находиться. Есть еще один нюансик, мне тут девочка одна писала, при выбивании кисточки она обратила внимание, что один или два ворсиночки, вот они раньше здесь находились, как она кисть выбила, они отсюда переместились сюда и стали длиннее, то есть вот так вот у нее получилось. Такие волоски девочки надо полностью до конца снимать. Дело в том, что значит они присборятся, ворки сместились и вот здесь они неровно лежат. И как бы вы их не старались обрезать и как бы вы их не старались убрать, они вам все время будут тормозить ворс. Вот если вы так срезаете, они все равно туда торчат. Видите, у вас получается там вот такой перекрестный волос и он не будет давать вам возможность сделать красивую работу. Поэтому, пожалуйста, под самые помидоры просто кастрирование. Не обрезание, а просто кастрирование делаем. Хорошо? Иногда бывает так, что волоски вроде ровненькие и вот один там торчит. Ну, пожалуйста, возьмите ножнички малюсенькие. Я люблю вот такими подрезать. Люблю вот такими подрезать, потому что очень удобно. И в обратном направлении ворс вот так вот разжимаете. Сейчас покажу еще разок. То есть вот так вот смотрите, девочки, в плоскость вот так ворс разжимаете и волосочек, который торчит, вот так вот аккуратненько обчекриживаете. Только не по прямой на кисть, а именно один волос. Один волос. Потому что, когда вы так срежете, вы тут понарежьте барханы и синус у вас в кисти пропадет. Все, мои хорошие. Галопом по Европам, конечно, сегодня я пробежалась, но самое главное вы схватили и самое главное я вам дала какие-то новые прибамбасики, которые вы сегодня или завтра сможете использовать в своем творчестве, в своей работе. Всех целоваю и давайте до вечера. Вечерочком сейчас прочитаю, что вы мне там писали. Вечерочком обязательно выйду в трансляцию какую-нибудь сумасшедшую обучающую. Окей? Так, что мы сегодня с вами сделали? Мы с вами сделали паутинки, напыление. Мы с вами сделали сегодня какую-то радужку. Господи, тут половина френча недоработанного, недоделанного. И сделали с вами обратный, который я уронила на пол. Ну ладно. Все, девчонки, всех целоваю. Казахстан привет. Вернее, пока. Увидимся, солнце. солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok